Девушки отдыхают У меня очень мало времени, мне очень тяжело, и я обращаюсь ко всем людям в качестве волонтеров и добровольцев помочь мне для этого использовать трибуну кандидатов в президент. У нас сегодня неожиданный разговор. Ирина Муцовна Хакамада. Правильнее, по-моему, говорить Хакамада. Хотя она стала японкой, вдруг стала японкой, только тогда, когда в политику пошла. До этого наносил простую русскую фамилию. 2004 год. В интернете появляется маленькая Геннадий заметка о том, что Березовский хочет убить Ирину Хакамаду. Кандидатов в президенты России, правда, еще не зарегистрировали. Очень важный момент регистрации. Эта заметка в интернете наделала много шума. Когда какая-то гадость готовится, очень важно на опережение сказать о том, что готовится гадость. Тогда те, кто готовит гадость, лишний раз задумаются. А потом в Киеве, напомню, неожиданно исчез другой кандидат в президенты России. Выборы впереди. Иван Петрович Рыбкин. У меня сложилось тогда очень четкое впечатление, что Иван Рыбкин был расходным материалом. Я открою сегодня, спустя годы, небольшую тайну. Я узнал об этом, даже просьбу получил от высших руководителей одной из наших специальных служб, озвучить этот факт, это была передача «Помент истины» на канале ТВ-центр, на опережение. Потому что у руководства спецслужбы была проверена информация, что Березовский готовит террористический акт. А вот потом в Киеве исчез Иван Рыбкин. И надо отдать должное Ивана Петровича Рыбкину, уже в этот день зарегистрированному кандидату в президенты. Он ехал в Киев, а в этот момент в Москве он официально стал кандидатом в президенты России. Сам Рыбкин, тоже надо отдать ему должное, конечно, такого тумана напустил, когда его спрашивали, как он в Киеве потерялся. Я бывший секретарь Совета Безопасности, многим фактам, ну просто не могу найти объяснение. То есть? Я поехал в поездку в Киев. Вхожу в вагон, доезжаю до границы, разбудил пограничник, естественно попросил паспорт, посмотрел. Наш российский. Иван Петрович, всего доброго, спасибо. От моей декларации отрывается верхняя часть, он просит таможенник, вы, пожалуйста, это сохраняйте при обратном выезде, вам нужно будет предъявить. Все. Вдруг новость, первая, как говорится, одна плохая, другая хорошая. Регистрация прошла, и вдруг объявляют о том, что я пропал. Думаю, как это я пропал? Я вот он, хочет скрикнуть. Первое, конечно, движение взять и позвонить. Ну, это самое простое решение, я всегда остерегался простых решений. Стоп. Думаю, а почему-то я должен звонить? А почему я пропал? Вот как дурачок какой-то взял, потерялся. Как ирония судьбы, герой мягко. Проснулся, город другой. И стали из Рыбкина наши коллеги делать, прежде всего, наши коллеги идиота. Потом стремительно развиваются события, создается штаб, по поиску, обращение. Первое движение позвонить. Думаю, что происходит? Что ты здесь, парень, нечисто? Это вы себе говорите. Я себе говорю, что ты здесь нечисто? Я предполагаю, что Борис Абрамович очень внимательно читал две книги. Это «Конституция нашей страны» и «Уголовный кодекс». Если бы труп кандидата в президенты России, допустим, эту мысль лег бы где-нибудь в Киеве, к дверям агентства «Рейтер» часа в два по местному времени, когда половина страны с Камчатки, с Дальнего Востока, за него, за Рыбкина, в частности, голосовали как за живого, а он труп. Труп или Хакамада, сакральная жертва. Никто в мире не признал бы итоги таких выборов, когда труп баллотировался. И легитимность президентства Путина не признал бы. Никто в мире. Да и мы в России могли не признать в этой ситуации. А тогда по Конституции вся власть на четыре месяца переходит к кому правильно? К исполняющему обязанности президента, премьер-министру Касьянов. А за четыре месяца в стране какие угодно изменения могли произойти. Он же олигархический кандидат Касьянов. Плоть от плоть. Я, честно говоря, даже не мог предположить глубину такой проработки. А Бориса Абрамовича не надо переоценивать, но и не надо недооценивать. Единственная возможность сегодня противостоять власти, это быть в игре. Более того, хочу сказать, что касается Путина. Ведь до последнего момента совершенно было не очевидно, что Ельцин примет решение, что это Путин. Там были другие кандидатуры. Но кто был? А Ксюлинка. Ровно так же, как и в случае с Степашным. Помимо Степашного была кандидатура Афь-Ксюлинка. Был еще генерал Николаев. Некоторые кандидатуры, он абсолютно ни с кем не советовался. Например, как Николаев, это была чистая его инициатива. Я не знаю ни одного человека, который бы с ним обсуждал эту кандидатуру. А что касается, допустим, Степашина, Путина, Кириенко, например, в свое время. Я, например, был категорически против назначения Кириенко. Я знаю, что за Борисом Березовским всегда тянулся кровавый след. У меня, например, нет никаких сомнений в том, что часть топотомасштабных террористических актов была организована им самим. Подрыв чеченскими боевиками домов в Москве. На улице Гурьярова. Очень похоже на теракт в Норд-Осте, когда у боевиков не было никакого плана, они получали... И была одна просьба-приказ, не отключать мобильную связь. Или же труп человека каждые 15 минут из окна. Боевики не знали, чего просили. Зачем пришли? И не знали, для чего пришли. Совершенно верно. Березовский в последние годы зарядил сотни миллионов долларов против Путина и на дестабилизацию ситуации в России. По оценке Бориса Абрановича, у меня были с ним разговоры, он назвал сумму 100 миллионов. Капитал нуждается в тесном взаимодействии с властью. Ведь главный тезис, который провозгласил наш президент, когда Путин, я имею в виду, который был вызван, он сказал о необходимости отделить власть от капитала. Что является колоссальнейшей ошибкой. Власть и капитал теснейшим образом переплетены. А когда российский бизнес стал претендовать на власть, то власть страшно испугалась этому. Что, с одной стороны, говорит о том, что власть не понимает, что такое власть и что такое капитал, и какое соотношение между ними должно быть. И второе, что вот это непонимание, оно убийственно для экономики России, если экономика рыночная. Борис Абрамович замечательно сформулировал то, что мы все, ладно Путин, мы все, мы россияне, ненавидим, когда вот такие вот финансовые окулы, как Борис Абрамович. Почему-то так получилось, люди преимущественно одной национальности управляют Россией, как хотят. Как и дело Березовского времена Ельцина. Березовский игрок, он не может не играть. Он не прижился на той почве, он по-прежнему живет здесь, с его мыслью о России. Его проект Рыбкин был уже свидетельством того, что у Березовского очень слабый ресурс. Или этот вот глаз. Исчезновение Ивана Петровича бы не вышло за киевской квартирой живой. А труп Рыбкина, это же тем более срывов его. Потому что за него голосуют по бюллетеню, как за живого быть. Рыбкин этого испугался. Я с ним ночь провел перед его поездкой к Березовскому. Тем более это были их квартиры. Даже квартиры. Понимаете, в чем дело. Сейчас вы успокоились или по-прежнему это... Сейчас вполне успокоились. Вот ощущение такое, что поехал по шерсть, вернулся с Трижиным. Отчасти да. Мне, как говорится, грустно и смешно одновременно. Но тогда мне было грустно, даже печально, но не смешно. То есть разыгрывался какой-то сценарий, в ходе реализации которого даже он понял, что все это может для него очень плохо кончиться. И поэтому он решил просто всплыть, дабы не оказаться бездыханным телом на просторах нашей необъятной Родины. Вот такая была история. Исчезновение Рыбкина, бездыханное тело его. А ведь действительно, еще раз задумаемся. Если за труп, а Рыбкин зарегистрированный кандидат, голосуют как за живого человека, а он труп, разница во времени. Убивают в Киеве, допустим, ближе к обеду, а Чукотка, Камчатка, Севера так называемые, где часовые пояса, да, голосовали за него как за живого. Никто в мире эти выборы не признает. В мире, даже если в России их признают, в итоге, включая избранного, всенародно избранного президента Путина. Президенту, у которого на выборах конкурентом был труп. Березовский, еще раз скажу, внимательно читал Конституцию России. А за 4 месяца, когда власть у Касьянов, если итоги выборов не признаны, ох, как за 4 месяца все могло измениться. Более того, Сергей Шахрай предлагал заложить в Конституцию норму, по которой, если выборы сорваны, а это сорванные выборы, все те, кто баллотировался, вот тогда второй раз баллотироваться права не имеют. Как будто Шириновский об этом узнал, он тогда малышки на эти выборы, охранника своего, выставлял. Как будто знал. Очень неожиданная версия, очень. Борис Абрамович не сидел, сложа руки. Он минуты считал, он ждал дня выборов. Борис Абрамович хороший математик, но он никакой институционалист, никакой организатор. Ему кажется, что с математической точки зрения все выверено. А когда мы говорим в общем об организации, вот здесь ощущается недостаток знания. Ты абсолютно прав. Любой ценой выдернуть Путина из Кремля, убить невозможно. Не получается это у Березовского предполагаемое. Нет такого ресурса сорвать выборы, ведь когда-то. Похожий сценарий. Березовский предлагал Сергею Глазьеву, который баллотировался в Красноярске, в губернаторе. Исчезни, Сергей. Исчезни в разгар избирательной кампании. Поднимется рейтинг. Убить Путина не удается. Значит, будет труп Рыбкина или Хакамады. Не важно кого. Кого-то одного, но обязательно труп. Самое интересное, мало кто об этом знает, что тогда в президентские выборы у трех кандидатов Глазьеву, Хакамады и Рыбкина был фактически один избирательный штаб Березовский. Одни на троих кандидатов сборщики подписей. По всей стране одни и те же люди. Это, конечно, лично мои выводы. Но когда я предложил свои услуги по сбору подписей... Про кому их предложили? За мной числится определенный имидж и знает, что я могу делать такую работу. И просто на меня выходят люди. Ну, кто вот был, если конкретно? Со мной связалась Ксения Юрьевна Пономарева. И она же предложила собирать подписи сразу для трех кандидатов. Ксения Пономарева глава штаба одного кандидата Рыбкина. Где резонно собирать подписи еще и за Глазьева и за Хакамады? Для меня же это просто бизнес. Поэтому мы просто согласовали объем, который я мог бы предоставить, цену и действовали. То есть вы и ваши сотрудники? Ну, да. Я бы хотел, чтобы все правильно меня поняли. Я не покупаю голоса, я всего лишь собираю подписи. У трех кандидатов в президенты Хакамады, Рыбкина и Глазьева и штаб фактически был один. И финансировал этот штаб по многому, как и сборщиков подписи. Кто правильно? Все тот же Березовский. Нет, я этого не знал. Так что, на самом деле борьба с Путиным прежде всего с ним. Да и с Россией. Если уж на то пошло. Мы по-прежнему, мы россияне мало что знаем о борьбе с Путиным. Мы практически ничего не знаем не только о борьбе с Путиным. Мы ничего не знаем о борьбе за ресурсы. За нефть. Об этом речь не знаю. Ведь это не только нефть. Борьба идет за ресурсы. Борьба идет за деньги. Те люди, которые борются за эти ресурсы, они будут бороться до последнего вздоха. Не остановятся ни перед чем. Было такое мнение, что к Советскому Союзу была ненависть. Это не так. Это было почитание силы иногда сквозь зубы. Но почитание силы. Если приезжает вице-президент Соединенных Штатов и рекомендует Путина не выдвигаться в президенты, до какой наглости можно дойти, чтобы делать такие шаги? Дай присосаться к трубе. Дай получить свои деньги. И я довольный отвалить. Я все время думаю об этом. Березовский, ведь был бы никто, да и звать его никак, взирая на 2 миллиарда его собственных денег, если бы за ним не стояли некие силы. Не был бы он так уверен. И он в том числе, да и многие из тех, кто сбежал на Запад, и кого нам не выдают. Сохранить свое влияние. Америка. Боязнь, что при наличии Путина влияние Америки на Россию будет сбалансировано. Но говорить о том, что во время Путина отношения с Америкой ухудшились, может только идиот. Его звонок во время атаки, когда он позвонил президенту Соединенных Штатов, масштаб этой беды требует от нас объединения сил. И мы должны забыть, что вам не нравится в России, что нам не нравится в Америке. У нас есть общий враг, и мы должны объединить свои усилия. Они, конечно, хотят вернуться. Все, кто сбежал из России. Такого бизнеса, как был в России, у них никогда не будет. На Западе. Запад не позволит. Ты же англин. Числятся там людьми первого сорта. Это совершенно очевидно. Мы занимаем первое, второе, третье место в мире по нефти, по газу, по углю. Мы сверх лакомый кусок. Мы страна. Мы страна. Мы для них ресурс. Они нас не рассматривают в качестве людей. То есть, если Борис Николаевич нефть отдавал наша первая серия проклятой соглашения о так называемом разделе продукции СРП на Сахалине. СРП, да. Когда мы России отдавали всю нефть свою. Шеллу просто берите, дорогие. Англичане нам не жалко. И ничего не получали. Это была первая серия. Это была первая серия. Путин все это прекратил и пошли удары по Путину. Он восстановил стабильность в стране. Стабильность, о которой мечтали все 90-е. Человек пришел и показал, что есть жесткий управленец. И на самолете летать, в осажденной Грозной. И на подводной лодке спускаться. И в сортире мочить врагов России. И в шахту вместе с шахтерами. Он все это сделал. Тогда другой вопрос. Почему никто сегодня не говорит о том, что у нас было с нефтью у нас, у России? Нефть наш главный национальный продукт. Не сможем продавать нефть, закончится она, не дай бог, да, мы Россия. Без долларов останемся. Нефть, газ, металл, рыба, лес. Но прежде всего нефть и газ. Вот закончится нефть и газ, разведанный и запас. Долларов не будет в России. Долларов не будет. Почему никто не говорит о том, как до 2000 года в России на самом деле добывалась нефть? И что в нашей стране было с геологоразведкой? Или просто тупо выкачивали нефть, причем заливали нефтью всю тундру, как в Венке и Йокос. Я напомню, что в 2001 году говорил момент истины о том, как на самом деле в нашей стране добывается нефть олигархами. Прежде всего. Это отвечает те организации, которые работают, и скважины находятся в их распоряжении. Сколько в России скважин, или никто не знает, сколько скважин, из которых нефть и газ добыты не полностью, просто брошены? Свыше 20 тысяч минимум. Это скважины, в которых осталось немало нефти? Это скважины, которые еще могут быть использованы. Их бросали по какой причине? То есть надо возиться, вкладывать деньги. А вкладывать деньги не хотят. Сколько в них нефти, в этих брошенных 20 тысячах скважин? Я думаю, что 20 с лишним тысяч скважин, если даже не больше сейчас, как минимум 25 миллионов нефти. 25 миллионов тонн? Да. 25 миллионов. Огромное количество. Огромное количество. Погибшая нефть, которую уже и не добудешь, потому что скважина. Да, да, да. За это кто-нибудь наказан в России? Нет. Во-первых, не может быть наказан, потому что оправдание для того, чтобы не использовать скважину. 25 миллионов тонн брошенной нефти, как говорит сегодня легендарный министр, последний министр геологии Советского Союза Евгений Козловский, это то количество нефти, которое добывает сегодня Азербайджан. А у нас она брошена. Цена брошенной нефти около 4 миллиардов долларов. То есть 4 миллиарда долларов просто валяются на земле. Если нефть кормит сегодня всю страну, прежде всего нефть, а 20 тысяч скважин с нефтью брошены, там аж 25 миллионов тонн, Слушайте, если это не преступление, то что это преступление экономическое? Нет, их надо пускать в дело. Мы забыли, Никита, что у нас в государстве, или не знали. На самом деле было с нефтью. Уже к 2000 году, по оценке Бритиш Петролиума, при таких варварских способах добычи, 25 миллионов тонн оставалось по каждому году, 25 миллионов тонн оставалось на земле, если не больше, как посчитать. По оценке Бритиш Петролиум, при таких варварских способах добычи нефти, и при полном отсутствии геологоразведки, вот какое наследие получил Путин, у нас в России нефти оставалось лет на 20, не больше. Официальные цифры, которые называла крупнейшая английская компания Бритиш Петролиум. На 20 лет. И все, крышка. Не потому мы ничего не знаем или забыли о ситуации в 90-х, в начале нулевых, в нефтегазовой отрасли страны, а потому что Путину этот пиар не нужен. Это правда. Это удивительно. Не нужно. Как учили их чекистов в тени быть все время, да? А подвиг, прости меня, это СРП разогнать на Сахалине. Еще раз скажу, мы, Россия, без нефти, вообще без сахалинской нефти, могли остаться наши первые сели. Там еще газ. Нефть. И газ на Сахалине. Конечно, за все это пулю, да легко, Геннеди убили. А Путину ты прав, пиар не нужен. Он считает это пиаром. А это не пиар, это просто по делам. Судите о человеке по делам. Но и дела-то как-то в стороне остаются. Добрые дела. Но могу сказать, о республике Коми. 240 тысяч тонн разлитой нефти, которая находится в отвалах. Сколько? 240 тысяч тонн. Это вот нефть, которая осталась на земле. Да, которая осталась на земле. И ничего с ней не сделали. Которую надо убирать. А она уходит в почву, в воду. Отравляет эту почву, на которой расти больше уже ничего не будет. 240 тысяч тонн. В одной только республике Коми. Вот вам, пожалуйста, результат. Посмотрите, пожалуйста, пейзаж, который в нашей стране, дайте крупный план, который в нашей стране никто никому не показывает. Национальная трагедия Российской Федерации. Сотни тысяч тонн разлитой нефти. Сотни тысяч тонн. Нефть, которая навсегда осталась на этой земле. Когда где-нибудь в каком-нибудь море терпит катастрофу нефтеналивной танкер, всего лишь танкер, один танкер, тут же появляется телевидение из-за этой катастрофы, из-за нефтью из танкера, за тем, как ведет себя эта нефть, куда она течет, наблюдает весь мир. Эти картины из жизни республики Коми или Венкии не видит никто. Сотни тысяч. Есть ли не миллионы тонн разлитой нефти в Российской Федерации? Миллиард долларов получаем за нефть, которую выкачали, и 4 миллиарда за нефть, которая осталась благодаря этому. Потеряно. А как это? На миллиард продали, а 4 миллиарда потеряли. Обводнили, осталось там в земле. То есть на миллиард добыли, а на 4 миллиарда не добудем уже никогда. То есть вот способ такой добычи варварский. Так прибыль главная. Прибыль. Больше 20 миллионов тонн. Валяется. Теряется нефть, теряется при добыче и транспортировке. Это нефть, которая разливается, уходит в почву. Каждый год? Каждый год. Больше 20 миллионов тонн. Это при том, чтобы было понятно, что страна наша добывает 300 миллионов тонн, все нефтяники, все юкосы, лукойлы. Это прибыль 370-380. И 20 миллионов тонн уходит, как беда для экологии? Да, практически около 10%. От всей добычи. От всей добычи. Совбез страны, Иван Петрович, сначала будем говорить о нефти, потом, кажется, о делах давно минувших дней. Знал, что при геологодобыче, которая равна нулю в России, при Борисе Николаевиче, не было геологодобычи. И при варварских, вот таких вот варварских способах добычи, нефть остается на 20 лет в стране. Вот Совбез владел этими цифрами? Безусловно. Что касается Совета Безопасности, он свои рекомендации дает президенту только сейчас. Николай Платоныч Патруш получает право к курированию некоторых отраслей. Вмешиваться. Строго, в рамках коридоров. А вы при ельцине вмешиваться не могли? Как было сказано. Тогда была форума. Работает при президенте, для президента, на президенте. Сточка. Страна и Совбез государство видит нефть через 20 лет закончится. Хочу сказать, что обеспеченность нефтью нами сегодня составляет 22 года. И все. 22 года, то есть те запасы разведаны. К 2025 году в России не будет нефти. К 2025 году разведанная нефть должна закончиться. По нашим расчетам это составляет 18 лет. Бритвич Петрович считает 22. Во всяком случае, общая точка зрения у нас такова. Да нет, пораньше, наверное. Мы через лет 10 уменьшим добычу примерно вдвое. То есть хватать будет только на внутренний рынок. А как жить-то будет страна? Дома уже не будет в России. Но идет разубоживание месторождений, и идет хищническая добыча. Вот сегодня ухватить. А сегодня как раз можно ухватить, потому что выборочные добычи из высокоэффективных кусков. Вот только они и добываются, высокоэффективные кусков. Страна и совбез государства видит, что нефть через 20 лет закончится. Варварские способы добычи. Пол и венки, тундра. Вот они, эти кадры. Залито нефтью. Доклады все целы. Реакции почему не было? Почему до прихода Путина не было геологоразведки в стране вообще? Я думаю, что не доходили руки и не хватало денег. Это нефть, главный экспортный продукт России. Не доходили руки? Не доходили руки, потому что бюджет страны был равен 20 миллиардов долларов. Равнялся бюджету города Нью-Йорк. Бюджет России. Бюджет России. Если вы, высшее руководство государства, понимаете, что через 10 лет добыча нефти в России, при этом хаосе, сократится в два раза. Это вся добыча нефти. То есть все доходы страны, без того маленькие, еще и упадут через 10 лет. Вы знаете, сколько себестоимость нефти? Как в Саудовской Аравии. Полтора доллара за баррель. Это можно только на Ближнем Востоке, когда полуторакилометровые пласты. Сейчас извлекается то, что можно очень хорошо и быстро извлечь. По дешевке. А государство не может наладить эффективный контроль. Геолога-разведка велась настолько, насколько было возможно. Да что там говорить о геолога-разведке? Тогда, когда мы с Андреем Афанасьевичем Кокошиным под каждый образец нашей новейшей разработки в области обороны закладывали поштучно деньги, чтобы сохранить людей и сохранить технологии. Сидели вдвоем и расписали. Поштучно писали деньги в бюджет, чтобы записать. Чтобы сохранить людей. Одно какое-то изделие, чтобы завод не умирал. Они идут на параде. Я смотрю и думаю, вот это и есть дело моей жизни. Под каждую ракету конкретно расписывали денежку, сидели этим, занимались. Высшие руководители государства вечно. Просто не было денег совершенно. Он принял тяжелое наследие после Бориса Николаевича. Но будем честны, Борис Николаевич принял наследие не легче, чем принял его Владимир Владимирович. Путин прекрасно понимал, что страна находится на грани распады. Это правда. Вот когда премьер-министр назначался Виктор Степанович Чернобырдин, то самая крупная фракция, наша, естественно, должна была дать добро, потому что голосов не хватило бы никак. И я ему единственное поставил требование от имени фракции, самой большой, сохранить Газпром. Могли раздербанить на куски. В лед. И привет горячий не был. Нефтяной отрасли. Вдребезги разлетелось сразу. Это масса дочек, которые были осознаны вокруг Газпрома. А уже пошел процесс. Во главе дочек понятно кто. А потом распоряжение президента, чтобы можно было рассчитаться с дочками акциями Газпрома. Люди, стоящие во главе дочек, стали баснословно богатыми людьми. А почему же Борис Николаевич все отдавал в частные руки? Все то, что в других странах. Какой процент рынка? Почему никто не спрашивает? В Америке. Ну, надо экономистов, наверное, спрашивать. А у нас за 60 только за 1,92 год все в частные руки. А ведь сейчас абсолютным большинством народа институт частной собственности в упор не признается. Почему же считалось, что если частные руки, это будет лучше, чем если это все в руках Косыгина? Государство. Ну, это же миф. Конечно. В такой стране, на такой территории, в пустыне Сахара. Рынок. Может быть, рыночные отношения. А Таймыр чем лучше? А Тыва? А Хакасия? А Корякия? Более 40 регионов в России страна такая. Для того, чтобы управлять такой территорией, как Россия, надо хоть чуть-чуть бы ее знать. Но такую громаду в режиме кавалерийской атаки не взять. Надо спокойный демонтаж. Мне сказали, да на это уйдет 20 лет. Ну, 20 лет прошло. Вот и сделали за 1 год. Я не знаю, как у вас, но у меня вот 3. Не то, чтобы символы, не точно это слово, но вот 3 картинки перед глазами. Это вот эта нефть в тундре погибшая. Более 20 миллионов тонн по году. Вся добыча, еще раз скажем, Азербайджана, которая остается на земле. Конец оленям, конец пастбищам, конец тундре, всему конец нефть на земле. Она никуда оттуда не денется. Более 20 миллионов каждый год. Никакой геологии. Вазы с Чубайсом. Вы не видели вазы с Чубайсом? Где Чубайс изображен как герой. А где эти вазы? В духе 12-го года Государственный Дум была ими завалена. Массовая закупка. Ваз с изображением Анатолия Борисовича Чубайса как героя. Как будто 1812 год. Чем-то похож на Баклайда Толли. Чубайса рисовали, и все кинулись его обожать. Все, кстати сказать, в том числе и депутаты. Вазы, фотографии Чубайса. Вот они, эти вазы. И третья картинка. Это, конечно, страшно. В центре Москвы, в Манеже, иконы рубятся в клочья. На дрова. Массовая акция. Кем же? Как я предполагаю, Марат Гельман. Человек, что называется, с именем. Было объявление. Разрубить, разрубить, все. Они там рубят иконы за деньги. А кто придумал в Манеже рубить иконы? И зачем иконы надо рубить? Вот это демократия. Он хочет рубить иконы. А вы можете заплатить. А тот левый художник такой клич кинули? Не клич, а действие такое осуществили. И там было еще ящик. И много икон порубили. Вот это вопрос директору Манежа. И заявляю об этом вам. А вы знаете, кто это делает? И сделайте с ним передачу. Зачем они рубили иконы? Перфуманс такой. Несите нам иконы, мы их будем сжигать. Я думал, для инсталляции или просто для уничтожения? Для уничтожения в Манеже в центре Москвы и не один день. И никто не ударил по рукам. Нефть, ваза с чубайцем и русские иконы, старинные на дровах. Я думаю, что это святотатство, оно безнаказанно ни к нему не проходило. Никто, кроме Ильи Сергеевича Глазунова, потом спустя годы и Станислав Куняев писал, и имщиков. Но вот тогда, при Борисе Николаевиче, кроме Ильи Глазунова, никто не сказал русский. Опомнитесь. Никто. Не помню. Никого. Я читал, если не ошибаюсь, патриотическое печать. По-моему, в газете «Завтра» что-то писалось на эту тему. Но глубокого проникновения в этот сюжет не было. Как такое может? Необходим, конечно, серьезное применение закона о кощунстве. У вас есть такой закон? Нет. В том-то и дело, что нет такого закона. Но в том числе и слово «суверенитет». Путин до сих пор его постоянно употребляет. Оно для него важное слово. А для Европы, и уже не только Европы, слово «суверенитет» это, безусловно, не самое приятное и не самое, в общем, распространенное слово. Нельзя вмешиваться во внутренние дела государства. Мы видим, что это происходит повсеместно по всем мире. Российская политическая система должна определяться российским народом, но, во всяком случае, не западным, не западными элитами. Он Россию стал объединять. И я считаю, Путин человек абсолютно позитивный. А вы все понимали тогда, уже тогда, в 2000-м, что борьба с Путиным будет наотмашь? Борис Абрамович тот же, как ни странно. Не будем даже перечислять. Все та же самая семибанкирщина. Они пробовали и Кириенко, приводили в какой-то степени, хоть это сейчас трактуется так, что он страшно не хотел, под руки взяли, привели и в кресло премьера втиснули Евгения Максимовича Примакова, а перед этим Сергей Вадимович. Но решали они, олигархи наши родные, решали они судьбу выборов и 96-го года. Те уроки политического рисования страна получала еще тогда. Но суть развития состоит в том, что закон отрицания, отрицание, как бы диалектику не любили, не кинали. Иван Юрьевич, ведь на самом деле я всегда возмущался, когда над Иваном Рыбкиным, которого я знаю много лет, смеялись, как над человеком, который в Киеве потерялся, языка русского не знает, на дорогу спросить не ему, а где я нахожусь. Это было мерзко. Люди не понимали, над какой ситуацией они пытаются насмехаться на самом деле. И скажу еще раз, если бы труп Ивана Рыбкина лег в Киеве к агентству Рейтер в день голосования, вся страна за Рыбкина, как кандидата уже зарегистрированного в президенты, проголосовала как за живого, никто в мире не признал бы победу Путина на выборах президента, где его соперником был в том числе и труп. Андрей Викторович, вы умный человек, нам с вами легко разговаривать. Так надо ставить вопрос. Я помню ту ночь, когда вы вернулись из Киева, я помню ваше состояние. Это сделал Рыбкин для страны, для России, который вообще настроен критически. К Путину к тому же. Ну, откровенно говоря. Я в интервью ровно об этом и сказал. Умный поймет, дурак не догадается. Я был не согласен под ним, под другим вопросом. И все-таки Рыбкин, именно Рыбкин спасает вот ту ситуацию. Наверное, получилось так. Я думаю, что это прекрасно, понял и Борис Николаевич Ельцин, тогда еще здравствовший. И Борис Абрамович услышал, я думаю. И все поняли. И понял Владимир Владимирович Путин, все остальные. Одно дело мой интерес, а другое дело судьба страны. Но сегодня подобные удары по Путину, они могут повторяться? Или понятно, что такие спектакли, оперета вот такая, если угодно, с Путиным не проходит? Он очень одинокий человек. Как и всякий человек в политике. Понять его могут люди, которые пережили сами это. Их немного в стране. Точно двух рук хватит, чтобы посчитать. Или пальцев на двух. Что, в России никому нельзя верить? Как и Березовский, он сделал системную ошибку. Вы знаете, Иван Петрович, виднее. Это начиналось с Ирака. После Ирака Россия уже не могли простить это отступничество. То есть казалось, ну вот, хорошо, мы готовы признать теловой вариант западничества, но как только Россия двинулась в сторону, решила заявить свою позицию. С этого момента над Россией был поставлен определенный, над этим вот, над путинской властью, скажем, был поставлен определенный знак вопроса у определенных элит. И сразу возбудились наши либералы. И Касьянов тоже стал либералом. И Касьянов стал либералом. И Немцов стал либералом. Ряд людей не приняли сразу. Или наши записные либералы, которые вдруг ополчились на тот режим, которому не так верно служили, включая Касьянов, вот у меня больше всего забавляет, а? Чтобы только свои собственные хвосты это прикрыть. Свои личные, в том числе и неудачи. Такая неудача длиною в жизни. Что касается Касьянова? Немцова, прежде всего. Немцова в большей мере. Неудача длиною в жизни. Ну, это, знаете, определенный тип человеческий. Как говорится, есть целый тип, который, можно сказать, до старости щенок. Почему в нашей стране 20-е века, 21-е века, те люди, которые не один год были в руководстве государства, в нашем сознании, в нашем восприятии, в наших взглядах по-прежнему Боря, о немцове речь, не Борис Ефимович, а Боря, Толя, или Анатолий, но не Анатолий Борисович еще пояс. Какие-то вечные мальчики. Вот как у Блока этот человек, стареющий юноша, не вечный студент Петя Трофимов у Чеха, а вот вечные мальчики. Почему мальчики? Им всем уже за 50. До старости щенок. Маленькая собака до старости щенок. Ну да. Нет, маленькой собачонкой назвать Анатолия Чубайса. Нет, нельзя, конечно нет. Пляжные мальчики. Вот Черномыртин их называл. Немцова, Чубайса, пляжные мальчики. Мне кажется, они достаточно разные. Гайдар, у него, может быть, было меньше хватки, чем, скажем, у Чубайса. У него давление было. У него гораздо больше, скажем так, теоретические идеи, чем у Немцова, который девственный по этой части. Могу судить только по их выступлениям. Вы сказали теорию. Гайдар, теоретика. Ваше Николаевич, реформы – это жертвы. Тем более мы видели, как это было в России. А вот сколько их этих людей, этих жертв? Их реформ. 91-й, 92-й, до 7-го съезда, до отставки Гайдара. Потому что пришли циники к власти. Чем больше людей вымерло бы, немощных инвалидов... Вы отвечаете за свои слова, Александр Васильевич? Я. Я отвечаю за свои слова. Чем больше для Гайдара, Чубайса, для либералов, людей умыли... Тем быстрее другие найдут пути к рыночной экономике. Андрей, в основном нервные стрессы от этого все умирали. Когда в 92-м отняли вклады у людей, вот это был самый большой стресс. Потому что, если бы вклады были оставлены, эти люди могли бы спокойно на эти деньги существовать. Остановить это можно было? Тогда были предложения очень интересные. У нас же были залежи холодильников, залежи автомобилей, которые должны были когда-то продаваться. То, что потом Березовский пользовался. Можно было спокойненько вместо вкладов давать товары. Просто огромное количество на складах. Абсолютно. Автомобили, телевизоры, жигули. Люди взяли бы, мебель взяли бы, стиральные машины взяли бы. Вы это предлагали, Ельцин? Да, я это предлагал. И реакция президента? Да нет, никакая. Пусть правительство решает. Они там виднее. Ельцин многое понимал, но он всегда делал вид, что не понимает или не хочет. Почему? Боялся этих малахов, боялся Гайдара, боялся Чубайса. 26 специалистов ЦРУ работало в министерстве. У Чубайса? Официально взял на работу. 26 агентов ЦРУ? Да, конечно. Когда в марте 96-го года все-таки я его разговорил, я несколько раз спрашивал, почему мы нефть, газ, все отдали в частные руки. Самое то, что лес, за счет чего кормилось государством, отдали в частные руки. Почему? Особенно нефть. Он тогда выдавил из себя. Это было требование МВФ. А что от МВФ получили? Кредит, который должны отдавать. Реация была самая нехорошая. Ну а что я могу делать? Такие же вещи я слышал от бабушек. Когда их разодоришь, ты был рядом с небом, что ты не убил. Я говорю, потому что вы его выбрали. Я его не убил. Но я его охранял, потому что вы его выбрали. И слава богу, при Ленинске у него ни один лоз не упал. Как сказал Солженицын, Россия в обвале. Это, конечно, был обвал абсолютно. Поэтому почему их все называют Толя, Валя и так далее? Боря. Ну потому что это не солидные люди. Несерьезные. Это люди сильные. Это люди страшные. Нашей страны. И в недавнем прошлом. Ну, что же делать? Страна наша переживала. Всякие времена. Вы не помните, был такой проект Марселя? Нет, не помню. Борис Немцов, 2000-й год, три дня в Твери предлагал на пресс-конференции, просто за руку водил вместе с собой, чернокожего студента, по-моему, из Камеруна. Покажите, пожалуйста, этого молодого человека. Вот Марсель Тафен Фанджи, кандидата в Союзу правых сил на выборах мэра Твери. Марсель Тафен Фанджи. Он в Твери учился на медицинского работника. Очень хотел иметь российское гражданство. Дважды пытался жениться, девушки отказали. Но тогда Союз правых сил Борис Немцов сказал, выдвигайся в мэры Твери от нашей партии и за наши деньги. Получи российское гражданство. Первыми об этом написала газета «Караван». А идея была Немцова? Да, он приехал, чтобы его поддержать, пообещал ему сделать гражданство, потому что единственное, что мешало африканцу стать мэром, это отсутствие гражданства. То есть он просто заявил о своем намерении, да, пообещал. Но обманул, гражданство ему не сделал. Немцов обманул? Да. Его спросили в интервью, что бы вы делали, если бы вы стали мэром Твери. И он ответил, что в сущности ничего сложного в этом нет. У меня папа в столице Камеронова мэром работал. То есть у них семейный опыт есть? Да. Потом уже подключился Немцов. На тот момент не было ни одного кандидата, который бы мог мобилизовать голоса молодых. Проголосовать за африканство, в общем, под приколу, могли многие молодые. То есть Союз правых сил рассчитывал на голоса молодежи, даже через такой, так сказать, ход. Я потом еще раз встречался с Марселем. В принципе, он к этой всей затее так относился, ну, полушутку, полусерьез. Если что-то получится, хорошо не получится, ну, и бог тем. То есть у него такое мышление квеновское. Это, Владимир Петрович, еще один проект Союза правых сил и Бориса Немцова, куратор молодежной политики этой партии. Концерт группы Тату, гастроли по России. Главная тема концерта, гастроли «Свобода, однополый любви». Ну что, девчонки, поехали? Замечательно! Ну, ребята! Руколады засуществили. Союз правых сил. Союз нерушимый. Да, я помню эту историю так по СМИ. Итог этого концерта в Красноярске. Не Тверь, Красноярск. Группа Тату за деньги СПС. У них на это искусство деньги нашлись. Итог концерта в Красноярске. Прямая трансляция была по телевидению. Итог. У родителей, у стариков, у бабушек, дедушек, вот этих девочек, мальчиков. Четыре инфаркта. Семь инсультов. Прошу проверить документы нервного и стресса, прединфарктное и состояние сердечных приступов. И один. Труп. Это перенос авантюрных начал идей лохотрона и наперсочников на большую политику. Подумать, Немцов не понимал, что это смешно? Наверное, Немцов понимал, но он хотел... Что, для прикола как будто? Да, нет, он хотел быть оригинальным. Голоса молодежи. Но все это очень мелко в отношении руководства страной, что даже об этом и говорить не хочет. Видишь ли, вообще-то, если так вот абсолютно, так сказать, вот так вот абстрактно говоря, каждый гражданин России может избираться мэром. Если этот человек из Камеруна получит гражданство, у него будет право, гражданское право. Ну, я не буду, потому что я его не знаю, но, может быть, он заслужит перед жителями Твери, так вот говоря, вообще, может быть, он и будет иметь право такова демократия, потому что он будет жить по конституции как гражданин России. Это в каком году было? 2000-й год или 99-й. Мне больше концерт понравился. Володь, а знаешь, что самое страшное? Совсем до дна. А это попытка союза правых сил, опять-таки, Немцов, куратор молодежных проектов, подчеркну это, вернуть в Россию метадон. Кого? Метадон. Это что такое? Это наркотик, как говорят наркоманы, он страшнее героина. Я попал в зависимость от метадона, как обычно, мне кажется, попадают наркоманы. Это я хотел перекумариться, попробовать слезть с героина. И один добрый друг мне принес метадон и посоветовал реальные средства. Когда я начал его употреблять, два дня он, то есть, помогал, ну, я не чувствовал ломки героиновой, но очень быстро я втянулся в систему уже метадоновую. Я на секунду остановлю Дениса, чтобы показать зрителям, как это все бывает в нашей сегодняшней жизни. У парня героиновая ломка. Рядом с ним женщина, только не надо думать, что это женщина из союза правых сил, я этого не знаю, хотя это их съемка. Да крутит ноги, вообще не могу. Сейчас на ваших глазах вместо одного наркотика, вместо героина она даст ему другую таблетку. Метадон, другой наркотик. Спина. Метадон не снимает, а как бы отодвигает ломку. Таково действие этого наркотика. Но через несколько часов таблетка метадона потребуется снова. И так будет продолжаться еще 2-3 года, не больше. 2-3 года. Пока парень не умрет. Ну давай, говори сам. Че ты? Да хреново, че. В кистях и спину вообще. Когда я в нее втянулся, я понял, что попал. И когда я пытался отказаться уже на системе от приема метадона, это оказалось намного страшнее героиновой ломки. Я впал в панику, начал звонить по больницам. Вопрос был, что вы употребляете? Я говорил метадон. Где-то полграмма я употреблял в день. Когда слышали врачи такой ответ, говорили, мы не можем взять такую ответственность на себя. И предлагали переходить опять на героин. И уже с героина они могли меня взять. Они боялись, что ты умрешь? Да. На метадоне наживались в том числе увы и фармацевты. Миф такой, миф, который принес негодяям, предполагаю, сотни миллионов долларов. Так называемая метадоновая программа. Чтобы уйти от героина, нужно переключиться на метадон. Это будет легче. В России метадон официально запрещен как наркотик. Но именно Союз правых сил, опять-таки, Немцов, напоминаю, не устану напоминать, куратор молодежных программ. Он вел эту линию в партии, прежде всего он. Я хочу напомнить сюжет моей передачи «Момент истины» от 2003 года заявления Союза правых сил. То, что вы сейчас услышите, для многих будет как шок. Ни для кого не секрет, что за Союз правых сил на выборах прежде всего голосует молодежь. Чтобы, а иначе это просто никак не объяснить, чтобы, как я предполагаю, понравиться своим будущим избирателям заместитель руководителя фракции СПС Александр Баранников, он перед вами, от имени Союза правых сил предлагает сегодня следующее. Легализовать в России метадон, Баранников подчеркивает, что это наркотик, свободно продавать его в каждой аптеке и разрешить российским гражданам носить с собой в карманах по 2-3 грамма героина. Что такое 2 грамма героина для наркомана? Это от 1 до 3 доз. За это количество вы не предлагаете? Сажать нельзя за это. Продал 2 дозы своему приятелю по несчастью, чтобы заработать себе на очередной укол. Если есть желание вырваться из этого круга, ему нужно предоставить заместительную терапию. Им предлагают перейти на другой вид наркотика, на метадон. Метадон – это наркотик, но если человек перестает принимать героин и начинает употреблять метадон, то постепенно он становится полноценным членом общества. Полноценным членом общества, Владимир, никто не стал. Люди успели в России вот на этой программе, да еще и под таким политическим прикрытием, заработать огромные деньги. Никто не извинился. А позже СПС скажет, что это была их ошибка. Просто негодяй. Это за гранью добра, зла. Я не могу в это пойти. То есть еще вполне Союз правых сил кончилетом. Какой нет? Немцов. Но в нашем либерализме, который особенно Борис Ефимов очень представляет, в нем всегда была смесь консерватизма с новым левым хипстерством в духе 60-х годов. То есть заигрывать с молодежью любой ценой, легализовать метадон, группа, тату, афроафриканцы для прикола в Тверь в мэры города и параллельно бить-бить по Путину, наносить удар. А вось дрогнет, ведь будущее за молодежью. А вось дрогнет. Путин-то. У всей России испытания впереди, в том числе и у Путина, конечно. У России, в том смысле, в каком мы обычно вкладываем в это слово тот смысл, традиционный исторический смысл, который мы в него вкладываем, да, безусловно, впереди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова